Бажана Рыжеска. Мы встретились в Юлисе на 3-м форуме «Свободный Россия». И Бажана очень ярко выступала, как обычно. И теперь мы знаем, что в отношении вас возбуждено два уголовника. Было возбуждено. Сейчас одно закончено судимостью, а первое было закрыто с большими, так сказать, усилиями. За что? В первом было написано о том, что по влияниям моих постов произошла болотная. То есть первое это было 222-io экстремизм. Я призывала оказывать активное сопротивление преступным действиям полиции, и это расценили как подстрекать с огволок. Второе дело это побои НТВ, я же отбиздила НТОшик, когда они пробрались в квартиру и не возбудили уголовное дело по факту проникновения в чужое жилье, и я хорошо им наваляла, и это было второе уголовное дело, по которому было судно. Сейчас каждый раз после появления, значит, меня на одном и центральном телеканале, естественно, не по доброй воле, это когда кто-то подловит, сделает, это официальная травма, санкционированная, заказанная администрацией президента, постоянное нападение на квартиру, на подъезд, на... пытались влезть квартиру через балкон, это постоянные сумасшедшие во дворе, и это все очень непросто, и поэтому, когда встает какой-то хуепутал, который вообще неизвестно кто, который не сидел, не привлекался, ничем, кроме кухонного бухтения, он неизвестен, и он никак не пострадал за свою гражданскую позицию. И говорит, что нужно аккуратно, если словом, диссидент, или когда стоят, становятся все грязные, жирные, нечесанные какие-то полстеры, и попытаются что-то такое вот бухтеть, а хочется улыбаться на них. Вот как раз за то, что ты с супой не пострадал, а я за свою позицию, я лишалась работы, когда я сказала, что я считаю, что НТВ это преступный телеканал, и каждому разница осиновиков могилы, и как-то из домов заявить, значит, там уже была целая огромная травля была, так вот я потеряла работу, которая мне приносила приличные деньги. И, значит, когда встает, встает, все такое утолое, начинается, значит, это самое, хочется очень жесткую порвить, как и вовремя, и вовремя. Милейший, ты ничего не потеряла, а я не сумму бытки. Ну, это цена, это называется диссидентством, это этическая позиция, которая противостоит преступной власти, которая считается власть преступной и морально пытается ей противостоять. Но при таком давлении, два уголовных дела, такой негатив. Не страшно вам жить? Страшно, страшно, я выхожу из дома только с охранником, когда муж перестанет отплачивать охранника, мне придется брать собаку, потому что я просто так не хожу гулять, я боюсь нападения, потому что у меня две операции на глазах, и если что-то пляснет мне, я ослеплена всю жизнь. Поэтому я не могу выйти из дома, без охраны. Но, тем не менее, я очень вредная, и уезжать я не хочу из-за вредности, я хочу, чтобы они сдохли. То есть для меня позорное бегство – это очень плохо. Вот позорным бегством я спасаться не хочу. Но вы рискуете вообще. Я рискую, поэтому я реально, серьезно рискую. Поэтому я так зла, когда встает чумошник и говорит у диссидента Захаров, у которых режим преследовал. А вас это ман, это не преследование. Нет, когда те лезут в окно – это преследование. Когда полиция не возбуждает уголовное дело против тех, кто залез к себе в квартиру через балкон, это, и не находим нарушения общественного порядка в этом поступке, это покрывание преступления в отношении инковой совершенно. А вы пытаетесь каким-то юридическим… Конечно, мы оспариваем постановление прокуратуры, но мы везде натыкаемся на плотно закрытую дверь. Когда администрация президента дает зеленый свет на твою травму, на данный момент с этим бороться практически невозможно. Мы и тем не менее, все, что я могу сделать в рамках закона, я сделаю. У меня вот такие тонны переписки с полицией, прокуратурой и так далее. Баллоны, штамповые – это все вещественные доказательства. Я надеюсь, что придет время, когда все люди, которые закрывали уголовные дела, не открывали, отказываясь открывать уголовные дела против тех, кто меня преследовал и преследует, я надеюсь, что когда-нибудь люди хорошо преследуют. Вот вы сегодня, вчера вы говорили о иллюстрации. Кого нужно иллюстрировать и как? Безусловно, всех, кто работал на государственных телеканалах, всех, кто принимал участие в травме и лукомыслящих, они должны быть иллюстрированы. Все суды, практически 5% судей и все работники. Да, безусловно, там КГБ нужно признавать преступной организацией и все, кто, все работники МВД. Ну, вся полиция даже иллюстрирована, абсолютно все ФСБ. Ну, и вот далее по списку, те, кто принимал участие в травме инакомыслящих. Скажите, а Фейсбук вам чем не угодил? А я уже рассказывала, я не люблю повторяться. Фейсбук принимает участие в травме нелояльных российскому правительству блогеров тем, что он блокирует их за, грубо говоря, изображение собаки на дереве. Когда стучат на диссидентов, Фейсбук очень активно его блокирует. Тем не менее, угрозы отрезания головы, завалить, отрезать голову, оскорбление жидов остаются не забаненными. Фейсбук не находит, присылает официальную лестницу, он не нашел нарушения правила в этом сообщении. Бажана, я за вас переживаю, честно говоря. Ничего, как-нибудь прорвемся, но... Да, это так. Ну, а никто, понимаете, если бы это было очень просто и легко быть диссидентом, если бы инакомыслие никак не преследовало, тогда бы существенно больше количества людей были бы инакомылышами. Это сохранять чистую нравственную позицию в России, и это тяжело и непросто. А площадки есть у нас, кроме Фейсбука, что-то... Я надеюсь, что мне руки дойдут, я все сделаю, а пока я только собираюсь. Но мне... Я вот каждое утро встаю, думаю, я сейчас всем угу-го, я сейчас делаю слайд, я угу-го, я говорю, всем, всех, всем угу слайд. Так прошло три столицы. Берегите себя, пожалуйста. Спасибо, спасибо.